И снова об экономике и финансах. Потому как более 30% жителей страны крайне низко оценивают свои знания в этой сфере. Исправить ситуацию должна Всероссийская неделя финансовой грамотности, которая сейчас проходит и в Краснодарском крае. На этот раз целевая аудитория акций – школьники и студенты. Кто и чему учит молодежь? Что нужно знать, чтобы не стать банкротом? И какую пользу это принесет нашему региону и стране в целом? На эти и многие другие вопросы будем искать ответы сегодня в нашей студии вместе с гостями-участниками программы. Ну а для наших телезрителей я сообщаю прежде всего телефон прямого эфира 274-11-14, код Краснодара 861. Дозвонившись по этому номеру, вы можете задать свои вопросы или оставить свои комментарии, пожелания относительно того, на каком уровне финансовая грамотность находится в нашем регионе. Или, может быть, знаете секреты, как ее повысить. Делитесь, пожалуйста, нам будет очень интересно. Также читаем ваши сообщения в социальных сетях. Это группа Кубань24 ВКонтакте, страничка Facebook и номер на WhatsApp, к которому вы можете прислать свои сообщения. Также для всех пользователей интернета и посетителей сайта kuban24.tv мы проводим традиционное голосование. И интересуемся сегодня у вас финансово грамотный человек. Кто же это? Кого можно назвать именно финансово грамотным? Мы предлагаем следующий вариант и ответ. Вариант первый. У кого нет долгов. Вариант второй. У того, кто может жить на заработную плату. Третий вариант. Тот, кто умеет инвестировать. Или четвертый вариант. Знает, на что будет жить в старости. Пока лидирует третий вариант. Присоединяйтесь к нашему голосованию. И итоги его мы, как всегда, подведем в самом конце. Ну а мы только начинаем. И я уже сказал о том, что сейчас в самом разгаре неделя финансовой грамотности для школьников и студентов. Подробнее об этой программе, об этой акции. Сколько она еще продлится? Сколько человек примут в ней участие? Нам расскажет Ольга Григорьевна Никулина, представитель Министерства экономики Краснодарского края. Которая как раз таки и курирует эту акцию. Ольга Григорьевна, слово вам. Пожалуйста. Да, на прошлой неделе стартовала неделя, Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Которая продлится до 24 апреля. Открытие проходило в городе Герой Новороссийске. В морском университете имени Ушакова. На этом открытии игротехники из Москвы проводили различные мероприятия со школьниками и студентами. И выиграл конкурс музыкальный Новороссийский колледж. Так. То есть им предоставлено было право открытия? Нет, не открыть. Они выиграли конкурс, который проводили игротехники из Москвы. То есть это состоялось из трех этапов. Это вопросы и ответы участников конкурса и зрителей, творческий конкурс и также викторина. И надо отметить, что так как победил музыкальный Новороссийский колледж, мы можем видеть, что не только финансисты и экономисты владеют вопросами финансовой грамотности. Или могут обучаться им. Эта неделя пройдет на территории Краснодарского края. Будут проводиться различные мероприятия со школьниками, студентами. Это онлайн уроки, семинары. Также будут проводиться различные экскурсии финансовой организации. Также будут проводиться мероприятия с их родителями. Будет привлечено порядка 10 тысяч человек для проведения этих мероприятий. Это юбилейная, как я уже сказала, неделя, которая проводится пятый раз. Примут участие, принимают участие все регионы Российской Федерации, 85 регионов. Достаточно большой охват. Более 2,5 миллионов человек по всей России примут участие. Надо сказать, что тема это живая, острая, животрепещущая. Потому что, судя по участникам акции и по тем министерствам, ведомствам и кредитным организациям, которые принимают в нее участие, охват действительно будет очень большой. Но я хотел бы остановиться. Вот на чем вы сказали. Игротехники из Москвы проводят ряд мероприятий, в том числе и у нас в крае. И у нас в студии тоже есть игротехник. Это Наталья Вячеславовна Чернявская. Наталья, слово вам. Кто такие игротехники и какую роль они выполняют в такой акции, как неделя финансовой грамотности? В принципе, это те специалисты, которые знают процесс проведения игры, знают методику и работают именно с населением. В данном случае это школьники либо студенты. Они постепенно вводят человека в деловую игру. В основном это интерактивные формы проведения мероприятий. И пытаются помочь школьникам, студентам сформировать определенные навыки. Насколько это длительные, продолжительные игры? То есть, есть наверняка ведь разные форматы. Что-то за 5 минут, а что-то за 5 часов, наверное, можно освоить. Есть абсолютно разные игры. Более того, 5 часов это не предел, поверьте. Есть те игры, которые идут целую неделю. Но, в принципе, все зависит от аудитории, в которой вы работаете. Есть, в принципе, мероприятия, которые можно освоить за полчаса. Это маленькие интерактивы, какие-то кейсы, какие-то квесты, наверное, требуют большего времени. Больше погружения, да? Но, в принципе, это все зависит от аудитории, с которой вы работаете. Конкретно к этой неделе вы, как игротехник, готовились? Были какие-то новые приемы, новые игры, что-то придумывались? Как часто вообще это состоится? Ну, на самом деле, у нас не бывает абсолютно идентичных мероприятий. К каждому мероприятию мы готовимся отдельно. Даже если мы берем какие-то готовые сценарии, которые, в принципе, уже разработаны у нас специалистами, мы все равно дополняем чем-то своим, какими-то своими знаниями, умениями, чтобы сделать более интересным, более своевременным. Поэтому, да, готовились, и вот завтра тоже едем, будем проводить у нас в городе Анапа мероприятие. Вот как. То есть путешествуете еще и по всему краю? Конечно, по всему. Полезно, полезно. Спасибо за вашу работу. О том, какие отзывы получаете от участников ваших программ, обучающих, я еще, конечно, спрошу. Но, как я и отметил, множество министерств, ведомств различной направленности принимают участие в неделях финансовой грамотности и стоят на страже нашего с вами благополучия. Вот Саида Сальбивна, представитель Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, вам хочу тоже задать вопрос. А знаю, что и вы, и Роспотребнадзор по всей стране, также принимают участие в неделе финансовой грамотности, которая сейчас проходит. Расскажите о вашей роли, что делаете вы, непосредственно какая у вас задача? Ну, конечно, тоже нами проводится профилактическая работа. Естественно, что неделя финансовой грамотности, она также, как уже озвучила Ольга, собственно, мероприятия проводятся такие же. По краю у нас запланировано порядка 50 уроков проведения. В школах, да? Ну, не только в школах. В школах и в средних учреждениях, в образовательных учреждениях. Тоже не только, конечно, в форме лекций, семинаров, точно так же в игровой форме. Мы тесно работаем с ФБУ, с Центром гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. У нас есть консультационный центр, там есть специалисты тоже, которые совместно мы с ними проводим данные мероприятия. У нас организовано и работает на территории края 15 горячих линий, где каждый по краю, я имею в виду, где можно задать любой вопрос. Интересующий вопрос. Но я хочу сказать, что не только организованы эти 15 горячих линий, вот именно в эту неделю. Мы-то работаем в стационарном режиме. И, собственно говоря, обращения и вопросы задают нам ежедневно, в том числе связанные с финансовой грамотой. Вот об этом я и хотел спросить. Если я понимаю, что есть игротехники, они разрабатывают свои методики, свою технику, да, и погружение, и какие-то темы поднимают. Специалисты, преподаватели в вузах, в школах, наверное, затрагивают какие-то свои вопросы. На что обращают внимание представители Роспотребнадзора? Какие как раз вопросы поднимаете? Ну, вы знаете, сложно сказать, на какие вопросы мы обращаем внимание. Наверное, на те же самые, потому что это же, в общем-то, просветительская наша деятельность. Это не контрольно-надзорные функции. Свои функции мы применяем тогда, когда непосредственно к нам поступает обращение от граждан. Определяем, имеется ли нарушение законодательства, именно в сфере защиты прав потребителей, в сфере предоставления, конечно, да. В том числе и такие обращения рассматриваются. А так, собственно говоря, в плане просвещения мы делаем все то же самое, что и делают. Одно большое общее дело делаем. И спасибо вам, конечно, за вашу работу. Роман Владимирович Гребенников, представитель Банка Кубань-Кредит. Роман Владимирович, теперь слово вам, как представителю как раз-таки кредитной организации. Расскажите о том для вас. Я знаю, что Кубань-Кредит очень большую, серьезную работу, просветительскую в том числе, проводит и на постоянной основе, и в рамках вот этой недели, вся российская, о которой мы говорим. Расскажите о ваших задачах на эту неделю. Ну, задачи у нас такие же, как и у всех коллег. Это просвещение, это помощь людям в получении новых знаний в области финансовой грамотности. Для этого мы здесь уже, наверное, выступаем в роли практиков. Сколько тогда ваших специалистов принимают в этом участие? Ну, вот в этой неделе у нас планируется принятие участия специалистов. Это наши руководители подразделений, которые имеют и опыт работы, и стаж банковский. Порядка, наверное, будут задействованы 30-40 человек. 30-40 человек, ну, тоже серьезно, да? На каких площадках будут работать ваши специалисты? Вы сами можете выбирать, или вам приходят направления? И выбираем, и приходят направления. То есть здесь, скажем так, договариваемся с учебными заведениями. Если школе нужно провести открытый урок, им удобно, чтобы это было на их территории. У них, допустим, есть подготовленная площадка, актовый зал, видеопроекторы и так далее. Конечно, проводим там, если, допустим, это формат экскурсии в офис банка, ну, проводим, естественно, его в банке. Очень пользуются популярностью именно экскурсии в офис банка. Думаю, школьникам это интересно, студентам тоже интересно, когда они приходят в банк, они вживую видят непосредственно тех людей, которые занимаются финансами, тех людей, которые их консультируют. Мы им рассказываем, чем занимаются эти люди, какие их функции, задачи. Рассказываем о банке, о банковской структуре в целом. Даем такие консультации. То есть они видят работу не как клиенты, как посетители банка, которые бывают, наверное, каждый день, как специалисты с другой стороны? Да. Они, бывает, просят, можно сесть за компьютер посетить, посмотреть, что-то попробовать сделать. Промести финансовую операцию. Это, конечно, исключено. Так, так. Вот. Также показываем банковскую технику, показываем защищенные стороны наших банкнот, денежных знаков. Банковские карты показываем, рассказываем. Монеты интересуют ребят. Но, как уже сказал, больше всего нравится им банкомат посмотреть, платежные терминалы. Всегда интересно заглянуть. Открываем, да. На ту сторону. На начинку. Да, на начинку интересно видеть. Ольга Григорьевна, ну вот, а как выбирается, как строится программа образовательная, просветительская, о которой мы сегодня говорим? Как разрабатываются методики? Какие темы вот действительно нужно давать? Из чего нужно приобщать, если мы говорим о школьниках и студентах, к финансовой грамотности, допустим, вот людей, которые раньше не касались этой темы? Что важно? Ну, вообще темы, так как это неделя всероссийская, то, конечно же, которые проводятся Министерством финансов Российской Федерации, конечно же, темы доводятся Министерством финансов Российской Федерации. То есть вот у нас есть своя программа, это в рамках программы финансового просвещения населения Краснодарского края. Там уже наши темы, которые мы выбираем, которые мы несем людям, то есть подготавливают соответствующие программы, как будет проводиться мероприятие. Но, как правило, конечно же, это темы, касающиеся формирования своего бюджета, это темы финансовой безопасности, темы, как не попасть на удочку мошенников, как безопасно провести операции в интернете, как куда вкладывать деньги, что тоже немаловажно, в какие банки, по каким критериям на первый взгляд оценивать. На что обращать внимание тоже очень важно при выборе кредита, какие условия, какие позиции. То есть все это очень важно, вот это основные темы. Наталья, дополняйте, из чего строится вот эта образовательная программа и как она подбирается для конкретной аудитории? Что первично? Возраст, я не знаю, знания, которые уже имеет человек? Потому что, ну, понятно, в школе нам объяснили какие-то основы. В ВУЗе мы знаем уже чуть больше, чуть шире, особенно если по профилю обучаемся. Как подбирается та или иная игра, та или иная программа для человека? Ну, в первую очередь, конечно же, в зависимости от возраста, какая-то будет возрастная категория. Вот, например, для пенсионеров и взрослой категории мы предпочитаем все-таки использовать больше семинары. В каком плане? Потому что лектор, он рассказывает о законодательных аспектах, он рассказывает об подводных камнях, он рассказывает об критериях, по которым стоит выбирать именно финансовая организация. А вот для школьников и студентов, для них более необходимо это формирование определенных навыков. Здесь больше поможет именно интерактив какой-то, да, когда они погружаются и сами принимают решения, ищут вопросы, ответы и так далее. А какие отзывы получаете от участников? Есть какие-то, может быть, пожелания, предпочтения, советы на будущее? Ну, мы всегда собираем обратную связь с участниками, но, в принципе, всегда обратная связь нам дает продолжайте, спасибо, приходите чаще. Да, всегда только позитивные. Всегда положительные отзывы, всегда. Да, дополняйте, Ольга Григорьевна, какой, значит, охват у нас предстоит все-таки в этом году и на какой результат мы рассчитываем, как можно ли оценить вообще эффект от вот такой недели или от постоянной работы, которую проводят специалисты? Ну, да, конечно, вообще эффективность вот этих мероприятий, она ежегодно оценивается. Вот. Ну, могу сказать, что, конечно, у нас еще есть над чем работать в нашем крае. Ну, я думаю, во всей России в целом. Вот. Поэтому для этого существуют также и другие, скажем, возможности постоянно повышать уровень своей финансовой грамотности. Например, вот онлайн-занятия. Вот есть два сайта. Это ваши финансы РФ, это сайт Министерства финансов Российской Федерации. Там достаточно интересный, информативный, где много информации. Ну, кроме этого, есть сайт Министерства экономики Краснодарского края. Вот сейчас мы как раз его видим. Здесь есть отдельный раздел. Я сегодня внимательно изучил финансовую грамотность в Краснодарском крае. Здесь и различные показатели финансового рынка, и финансовые калькуляторы, и, кстати, интерактивная карта финансовых организаций. Продолжайте. Что здесь еще полезного есть? Да, ну, здесь много полезной информации. В общем, тот, кто заинтересуется, пожалуйста, и календарь мероприятий, который не только в эту неделю размещается, но также и вообще в течение года. Мы планируем провести более 300 мероприятий в этом году в рамках нашей программы финансовое просвещение населения Краснодарского края. Также 80 мероприятий запланировано в оздоровительных заведениях для детей и молодежи. Это вот на летних каникулах, которые будут отдыхать в лагерях детских. Кроме того, постоянно проводится работа у нас совместная не только с Министерством финансов, но также и с Центральным банком, с Южным главным управлением. Мы активно работаем по этому направлению. Онлайн-уроки также и различные конференции. Вот будет проведена конференция во втором полугодии для представителей общеобразовательных учреждений. То есть также это мы совместно с Центральным банком будем проводить. То есть это будет о том, как учителям учить детей финансовой грамотности. Да, и еще вот хочу тоже анонсировать. У нас в мае мы будем обеспечивать, вот это будет в рамках федерального проекта, обеспечивать все учебные заведения Краснодарского края комплектами по финансовой грамотности. 25 тысяч комплектов получат наши учебные заведения для обучения. Это комплект, который состоит из учебника для учителя, для родителя и для ученика. И еще две тетради. То есть это методические указания и рабочая тетрадь. То есть это вообще хороший материал для того, чтобы пополнить свои знания, финансовые знания, изучать их в такой доступной форме. Полномасштабная работа, действительно, что и говорить. Но возвращаясь к неделе финансовой грамотности, которая проходит сейчас, я хотел бы напомнить, что в Краснодаре пройдет только в Краснодаре. Пройдет более 40 мероприятий, среди них открытые уроки для школьников и студентов, и вузов, и среди специальных образовательных учреждений. Это будут всевозможные экскурсии финансовой организации, о которых мы уже сказали, и приглашения экспертов по финансовой грамотности. Вот на одном из открытых уроков, который проходил сегодня в школе номер 20, побывал и наш корреспондент. И возвращаясь к теме отзывов и предложений, давайте послушаем, что говорили ребята, которые приняли участие в этом открытом уроке. Больше всего мне запомнилась презентация. Она выполнена очень хорошо, в очень красочном стиле. Я узнал, как распределять свои финансовые доходы и как собрать большие сбережения. Это полезно, потому что людям важно такое знать, и без этого не обойтись сейчас. Я узнала, как лучше сэкономить деньги, то, что деньги всегда могут помочь, и то, что можно продавать ненужное, чтобы у тебя появились деньги, а то, что тебе по-настоящему нужно, и чтобы накопить на что-то определенное, на свою цель, можно ввести блокнот, чтобы записывать все расходы и деньги, которые ты получаешь. А как считаешь, полезными такие мероприятия для школьников? Да, вполне. Ну, они узнают новое, может, что-нибудь в жизни пригодится. Могут что-нибудь, не знаю, сэкономить для родителей, для себя. Возрослеют прямо на глазах, что называется. Действительно полезная информация, и главное, что дети ее впитывают, и дальше ей уже активно пользуются. Сейд Сальбивна, ну, расскажите о том, какие у вас есть еще инструменты для привлечения детей. Мне, наверное, хотелось бы добавить к каждому Ольге, что у нас есть замечательная такая серия буклетов «Хочу-могу-знаю». Есть такой же сайт «Хочу-могу-знаю». И установлен у нас интерактивный киоск. Именно в ФБУ с центром гигиены и эпидемиологии. Это пересечение улиц Рашпилевская и Гоголя. Любой может зайти, желающий ознакомиться, получить там очень интересно загруженная информация. Именно по финансовой грамотности. Буклеты доступны. И хотелось бы отметить, что вот в рамках всяческих мероприятий мы их раздаем. ФБУ с центром гигиены и эпидемиологии раздает. Проводят консультации они. То есть у нас любой желающий может обратиться за консультацией. Отлично, отлично, что такая работа проводится. Роман Владимирович, ну и вам не могу не задать этот вопрос. Вот мы уже, насколько могли, рассказали о Всероссийской неделе финансовой грамотности для школьников и студентов. Ваша оценка эффективности, полезности этих знаний. Почему нужно начинать именно вот в школьном возрасте проводить эти мероприятия? Какой эффект это даст? Эффект даст положительный. Здесь, думаю, даже обсуждать-то не стоит. Потому что чем раньше мы начинаем обучение, тем быстрее дети входят в это русло. Тем они быстрее эти знания получают и, соответственно, могут их применять. Вот даже тот пример, который сейчас показывали в школе. Ведь ребятам прочитали лекцию, думаю, минут 45. А ведь, когда они отвечали на вопросы ваших корреспондентов, они правильно уже формулировали мысли в части финансовой грамотности. Это о чем говорит? То есть дети, они очень хорошо эту информацию впитывают и получают. Есть различные примеры, когда дети, проходя такие, скажем, посещая мероприятия, они приходят домой, задают родителям вопросы. Что остается родителям делать? Хочешь, не хочешь, а уже надо самим задумываться. Да, чтобы соответствовать уже уровню ребенка и хотя бы на эти вопросы отвечать. То есть здесь, получается, и через детей мы, скажем так, привлекаем родителей к процессу обучения, повышению финансовой грамотности. А, соответственно, это уже, получается, семья начинает задумываться как минимум. Они начинают считать, они начинают уже дальше изучать и потом применяют в жизни. Самое интересное, когда дети, уже получив первые знания, они начинают принять это на практике. Карманы деньги в любом случае все им дают. Они начинают откладывать, копить. Когда они накопили какую-то сумму на покупку, пусть небольшую, потом у них встает дилемма. Купить ее или копить дальше, уже на более значимую вещь, развлечения и так далее. То есть дети уже начинают мыслить, они начинают уже осознавать это. То есть результаты есть. Результаты недели, думаю, как уже сказал, будут положительные в любом случае. Потому что идет масштабная компания информационная, идет масштабная компания по проведению мероприятий. И цель этой недели, как минимум, людям напомнить о том, что нужно финансово-грамотно просвещаться. Как минимум, о том, чтобы люди задумались и почитали какую-либо информацию. А источников информации, как мы уже с коллегами говорили, их очень много в настоящий момент. Только мы сейчас сайтов перечислили три. Четыре даже. Учитывая ваши четыре. Наверняка. То есть, соответственно, задача недели людей зацепить, заинтересовать. Показать, что можно быть финансово-грамотным и чуть-чуть лучше жить. А почему нужно быть финансово-грамотным и как это, что это значит, об этом будем говорить далее. После короткой рекламы сейчас уходим на паузу, на перерыв, после которой вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Продолжение следует. Я вас приветствую и хотел бы поинтересоваться вот таким, может быть, немножко философским вопросом. Раз мы сейчас так много времени, внимания и силы уделяем финансовой грамотности, значит ли это, что когда-то мы этот вопрос упустили? И вообще, как можно оценить финансово-грамотность населения на сегодняшний день? Я бы сказал, что финансово-грамотность населения не очень высокая, поскольку каждый из жителей в крае нашего России, он каким-то образом теряет определенную сумму денег, потому что не знает, как их потратить, как их сэкономить, как их вложить правильно, как обеспечить себе старость. Поэтому, по большому счету, это очень важный процесс, который проводится в настоящее время. Неделя финансовой грамотности, которая проходит в Ростовском крае и проходит во всей России, она очень интересна, очень нужна. Но в отличие от, скажем, игровых форм, которые проводят в школах, которые проводятся в более низком уровне, получается, в молодежном уровне, в университетах, в российских университетах проводят недели грамотности очень другим планом. Потому что мы должны нести немножко творческий процесс, научность в определенном степени. Поэтому, скажем, самый главный вопрос, который можно поставить перед студентами, которые должны получить финансовую грамотность, это элементы научного творчества, которые потом позволят им применить все в жизни. Ну, скажем, вот первый из элементов, который можно назвать, это участие студентов в акселераторе социальных инициатив. Это мероприятие ферроссийского масштаба, которое позволяет студентам проявить определенный творческий подход, инициативу. И вот, к счастью, я могу сказать, что два студента нашего факультета экономического, они выиграли призовое место и поехали сегодня буквально в Москву для того, чтобы в финале поучаствовать в этом конкурсе, в финале, чтобы получить номинацию по тематике повышения финансовой доступности для населения трудодоступных районов, на примере Чечни. Второй момент, который можно было бы ответить, это то, что студенты должны принимать участие в научных конференциях. Вот, кстати, 19 апреля в Кубанском университете прошла научная конференция, где принимали участие администрация Край, Министерство финансов. И мне понравилось, что многие ребята, около 20 работ представившие на конкурс, они совершенно разноплановая тематика. Тематика от криптовалют до пенсионного фонда, до обеспечения доступности, защищенности населения. И мне понравилось, что в этом году студентам нельзя в игровой форме давать все это мероприятие. Поэтому является большой роль играть стимул. В этом году мы с помощью администрации Края и Кубан сегодня зао организовали призовые места. За первое, второе, третье место 8, 7 и 5 тысяч рублей. И буквально в пятницу товарищ получил приз 8 тысяч рублей за работу, которая является оценкой рисков, оценкой потерь при отсутствии финансовой грамотности. Третий момент, который можно было бы сказать, что студенты не готовы воспринимать это все как школьники. Им необходимы активные формы обучения, им необходимы такие научные подходы. И вот в этот же день, 19 апреля, состоялся мастер-класс джамбиректора компании «Финам», который их рассказал ребятам, которые с удовольствием это все выслушали, вопросы, связанные с биржевой торговлей. Это была очень интересная встреча, когда студенты в активной форме общались, задавали вопросы и получили очень много ответов на то, что их волновало. Я думаю, что такое активные, интерактивные формы обучения, формы взаимодействия бизнеса, взаимодействия администрации, края администрации, министерства финансов, позволяет не только научить студентов, но и привить определенные практические навыки в решении тех проблем, которые возникают в современном обществе. Игорь Викторович, хотел бы уточнить. Вот понятно, что для студентов-экономистов, например, юристов, управленцев, для них эта тема более близка, они в нее так или иначе погружены. А что касается студентов по совершенно другим специальностям, им интересно получать знания по той специальности, финансовой грамотности, если мы говорим, которая их не касается напрямую, но понятно, что она касается каждого из нас как простого гражданина. Вы знаете, что университеты не могут активно внедрять те формы, которые отстранены от стандартов. Поэтому есть такая потребность, когда преподаватели, обучающие студентов других специальностей, не только экономических, по вопросам эконом-теории, экономики, они внедряют в свои программы рабочие элементы финансовой грамотности. И как показывает практика, что ребята, которые слушают эти элементы, они получают современные подходы, они получают новый взгляд, они с интересом воспринимают эту информацию. И вот даже наши преподаватели приняли такие формы, как встречи работников администрации, министерства финансов, банков. Они приходят на лекции, к ним развивают определенную тематику, такую узкую, скажем, либо платежные карты, либо риски финансовые. И такие вот точечные моменты, фаргментарные темы, они очень интересны для ребят, как бы сказали, не экономической специальности. У каждого своя специфика, действительно свое направление. И к нам присоединился также в этой части Виталий Андреев, помощник директора Коснодарского филиала банка «Центринвест». Виталий, здравствуйте. Рады вас вновь приветствовать. У нас постоянный эксперт, потому что тема финансовой грамотности близка и вам, и вашему банку. Расскажите о том, кто же ваша целевая аудитория и в рамках недели, всероссийской финансовой грамотности, о которой мы говорим, и вообще в постоянной работе, которую проводит ваш банк в тех самых центрах, о которых мы уже не раз рассказывали. В рамках недели мы планируем в масштабах всего банка охватить порядка 20 тысяч человек. Это в основном молодежь, школьники, студенты. Мы планируем провести... 4 тысячи из них будут представлять Краснодар. В частности, мы своими силами организовали Олимпиаду для школьников. Шесть школ у нас приняли участие. И в рамках недели каждый день они выполняют задания. И в конце недели финансовой грамотности мы планируем объявить победителей. Центр, который у нас существует, Центр финансовой грамотности в Краснодаре, он для всех категорий граждан, вход в него свободный. Больше всего интерес он вызывает у молодежи, конечно. Но также и люди старшего возраста тоже проявляют большой интерес к вопросам финансов. С жителями среднего возраста, конечно, сложнее, потому что это люди занятые, экономически активные. И им бы, наверное, в первую очередь финансовая грамотность была бы полезна. Но мы все понимаем, что... Занятость. Да, занятость ограничивает возможности людей к получению дополнительного образования. А вот скажите, те группы и те программы, по которым идет обучение, они как раз, я не знаю, максимально для всех, для широкого охвата аудитории? Или тоже есть специфика, например, сегодня молодежная группа, школьники, студенты, завтра, наоборот, пенсионеры. Как меняются темы, как меняется образовательная программа? Подбираются какие-то моменты? Ну, конечно. В зависимости от возраста, интересы и экономическая активность у молодежи и у пожилых людей совсем разные. И подходы разные к обучению. Если школьникам, как говорил Игорь Викторович, актуальные игровые формы подачи, то уже со студенческой скамьи мы начинаем сочетать интерактивные и лекционные занятия. Для граждан старшего возраста уже и темы другие, там больше защита сбережений. То есть, если мы говорим о молодежи, это аудитория, которая больше тратит, чем зарабатывает. И для них другие инструменты более интересные, которые кредитование, современные технологии банковские и финансовые. Для старшего поколения больше интересно безопасное сбережение, безопасное использование современных банковских технологий. Разные интересы. Вот как. Отлично. Продолжим об этом говорить. Наталья, я вам хочу слово предоставить. Я вас представил только как игротехника, но вы еще и руководитель регионального центра финансовой грамотности. Вот подробнее о вашем центре прошу вас рассказать. Как он способствует повышению грамотности населения и с кем взаимодействуете, для кого работаете? На самом деле, наш региональный центр, он создан при поддержке Министерства экономики Краснодарского края, вот буквально в этом году. И функционирует он на базе Ассоциации по финансовой грамотности. Это Ассоциация Южный региональный центр финансового просвещения. Мы в основном проводим публичные мероприятия. За прошедший год их порядка 500, наверное, мероприятий. Мы привлекаем очень большое количество экспертов по всему краю. Поэтому такая цифра. Кроме этого, мы еще и консультируем. То есть какая-то юридическая поддержка. Пожалуйста, можно обращаться. Всегда поможем. Ну, как часто проходят занятия, где о них узнать, как попасть? Нужно ли куда-то дополнительно записываться? На самом деле, у нас функционирует сайт, через который можно подать заявление с просьбой проведения мероприятия. Но мы, на самом деле, налаживаем отношения сами, взаимоотношения с организациями. То есть выходим на коммерческие предприятия, на образовательные организации и уже сами проводим по своей инициативе. Ну, и в рамках проектов региональных. Форма общения, опять же, зависит от этого? Абсолютно разная. Всегда меняется. Это приятно. Хорошо, что меняется. Роман Владимирович, хочу у вас поинтересоваться. Получается, сейчас очень много на сегодняшний день существует различных центров финансовой грамотности. При каждом кредитном учреждении есть свой центр. Почему такое внимание сейчас уделяется этому вопросу? Можно ли действительно говорить о том, что когда-то у нас была с этим проблема, и сейчас мы пытаемся что-то восполнить и наверстать таким образом? Ну, давайте посмотрим лет 15-20 назад. У нас что было изначально? Люди брали кредиты. Для чего? Машинка, холодильник и так далее, и так далее, и так далее. Через 15-20 лет спустя, то есть уже к этому моменту, получили ситуацию, когда население очень сильно закредитовано. Для банков это выгодно? Я думаю, нет. Потому что банки должны. Совершенно верно. Просрочки. Для экономики насколько выгодно такая ситуация? Тоже невыгодно. Когда люди тратят больше, чем зарабатывают. Это как минимум социальная напряженность. Растет. Растет. Соответственно, люди на работе хуже работают. Дома что может происходить? Конфликты и так далее. Ну да, ряд проблем. То есть это, соответственно, ведет за собой, несет в себе уже какую-то некую социальную угрозу. И очень хорошо, что в последнее время, уже лет 5-7, когда через различные мероприятия, в неделе финансовой грамотности, по инициативе Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка, сейчас мы стараемся все вместе с коллегами изменить модель поведения. От потребительского к накопительной схеме, скажем так, к модели. Когда люди тратят гораздо меньше, чем они зарабатывают. Соответственно, они создают накопление. Это и подушка финансовой безопасности, все-таки термины финансовой грамотности. Это и средства, которые могут использовать на приобретение уже товаров не в кредит, на обучение детей, откладывать на старость, на пенсию. То есть, вот такая модель поведения, она, скажем так, в приоритете должна быть. И благодаря этой модели поведения, люди, скажем так, будут дальше себя чувствовать более спокойно, уверенно, больше отдаваться работе, получая, соответственно, большую зарплату, премии, скажем так. В семье будет спокойнее. Сколько времени нужно уделять вот этой финансовой грамотности, сколько нужно ей обучаться или, ну, это опять же, очень индивидуально. Кто-то сразу схватывает на литва, кому-то нужно. Это будет индивидуально, почему? Почему? Потому что у кого-то есть базовые уже знания, кто-то уже пробовал это делать, но забросил, допустим, вести семейный бюджет. У кого-то знаний нет. Также это зависит в любом случае от индивидуальных особенностей каждого человека. Кто-то, допустим, послушал лекцию, ему уже понятно, как формировать свой бюджет, на что обращать внимание. И он дальше сам уже, скажем так, логически выстраивает дальнейшую свою модель поведения. Кому-то нужно потренироваться. Но самое здесь главное то, что это, скажем так, работа, это самообразование нужно бросать. Трудно бывает, да. Ставишь цель, идешь к ней, откладываешь, копишь. Что-то произошло, как говорится, копил на Бентли, а купил пирожок, сорвался. Ну, надо пробовать это, не останавливаться. Это еще психологический момент, и надо здесь работать наверняка и психологом. Потому что я понимаю, о чем вы говорите. Важный плюс, когда человек достигает свою цель, но это приятно. И психологи здесь советуют, нужно себя похвалить. Мотивировать каким-то образом. Да, что-то сделать себе еще дополнительное приятное. Здесь комплексная работа. Согласен. Игорь Викторович, хочу вам такой вопрос задать. Вот вы все-таки сказали в начале своего ответа, что невысокая финансовая грамотность населения в целом. А какие типичные рядовые ошибки допускают граждане, именно неправильное финансовое поведение? Чем оно характеризуется? Наверное, неправильным расходованием средств. Потому что каждый человек начинает твои личные предпочтения ставить во главу угла и иногда перерасходовать свои деньги, которые у него имеются в семейном бюджете. Это во-первых. Во-вторых, наверное, все-таки народ не всегда ориентирован на достаточную доходность, получение доходов. Потому что все-таки сидеть, ждать зарплаты, скажем, каждый месяц, это тоже не совсем правильно. Нужно искать дополнительные источники заработка, в частности, предпринимательство, малый бизнес, который позволит дополнительно к существующим доходам иметь существенный прибавок. Ну и, наконец, в-третьих, это, наверное, всякие риски, которые возможны, внешние и внутренние риски. Они должны подстраховываться, и человек должен просчитывать, что в случае чего у него возникают определенные трудности, определенные сложности, которые он должен каким-то образом страховать. Меня, например, все время убивают, когда мне лично предлагают банк кредит, и говорят, товарищ Игорьевич, только для вас специальный кредит по таким-то процентам, ваш платеж ежемесячный будет 150 тысяч рублей. Ну и когда человек берет кредит, там, 2,5 миллиона, он должен подумать, а получится ли у него, доход ли его составляет 150 тысяч рублей в месяц, чтобы потом компенсировать, вернуть этот кредит. Поэтому вот такие вот предложения должны всегда людьми анализироваться, и никогда не надо бросаться на какие-то ярлыки, на какие-то доходы высокие, надо всегда просчитать, а выгодно ли мне это. Я думал, что сейчас политика банков наоборот отличается, и скорее банк за тебя посчитает, сможешь ли ты отдать этот кредит или нет, или это зависит от банка, представители. Получается так, что банк считает за клиента, может ли он отдать. Потому что банки берут деньги у одних людей, дают другим, соответственно, потом должны получить обратное погашение кредита и вернуть вклады. И нам сейчас получается, мы делаем за людей, скажем так, их работу по формированию, грубо говоря, семейного бюджета. То есть, когда человек обращается за кредитом, банк изучает его источники доходов с разных сторон, проверяет их, и формирует, по сути, некую, скажем, ну, как минимум, упрощенную схему финансового домашнего бюджета, семейного бюджета. И мы показываем, что у вас такой-то доход, у вас такие-то расходы идут, междевенции и так далее. У вас остается такая сумма средств. Подумайте, из этой суммы средств вы готовы платить такую-то часть банку? А сколько вы будете себя комфортно чувствовать при этом? И, соответственно, нет цели у банка, скажем так, как можно больше выдать кредита. Потому что, опять-таки, основная кредитерия кредитов – это возвратность. То есть, деньги должны вернуться в банк. Долги тоже никому не нужны. Совершенно. Долги, которые никогда не вернутся. Есть банки, которые используют специальные маркетинговые ходы и делают вид, что… Заинтересованы. Да, чтобы заинтересовать, делают вид, что деньги у них очень доступны. Но по факту, после того, как вы согласитесь на диалог с банком, вам все равно приведут ваш платеж в соответствии с вашими доходами. А, вот как это лишь инструмент привлечения. Ну что ж, понятно, маркетинг, он тоже имеет место быть. Виталий, я хотел бы продолжить наш разговор о том, что все-таки, наверное, именно работающему, зрелому населению не хватает знаний и не хватает времени для того, чтобы их получить. А используют ли ваши финансовые центры, центры финансовой грамотности, современные технологии, может быть, онлайн, удаленные какие-то сервисы есть для того, чтобы человек, ну, не знаю, или в рабочее время выкроил 5-10 минут для повышения финансовой грамотности, или, может быть, не выходя из дома каким-то образом смог подтянуть свои знания. Есть такие современные технологии у вас? Мы тестировали, но, знаете, не пользуются спросом. Вот как? Да. То есть не хотят. Что нам на это скажете, Наталья, вы? Ну, скажем так, онлайн-сервисы, в принципе, мы используем. То есть какие-то опросы, да, социологические в том числе, ну, по вопросам финансового грамотности мы проводим. Но, к сожалению, тоже, наверное, отсутствие должного внимания, да. Серьезно? Вот как, казалось бы, все они представлены, ну, действительно, в удобной форме и заходи да пользуйся, что называется, но нет. Ладно, будем тогда настаивать на практической пользе, на личных очных встречах, вот о том, как строятся занятия, о том, какие ошибки чаще всего мы с вами допускаем при той самой финансовой неграмотности, которую нам нужно одолеть и побороть. Вот об этом продолжим говорить в следующей части нашей программы. Дождитесь. На телеканале Кубань-24 продолжается прямой эфир, и мы продолжаем разбирать, какие же проблемы могут нас с вами поджидать в случае низкой финансовой грамотности, которая, ну, присуща многим жителям и нашего края, и нашей страны. Об этом продолжим говорить. К нам присоединился в этой части Валерий Юрьевич Мацкайлов, еще один наш постоянный гость, эксперт, управляющий Краснодарским областным центром Макро-Еон-Юг, Почта-Банка. Валерий Юрьевич, вас приветствуем. Расскажите, ну, все-таки, раз уж мы начали о Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, принимаете ли в ней участие, имеете ли какое-то отношение, цели, задачи, какие для себя ставите, вот в такой, в разовой. Активное участие принимаем, работаем по различным направлениям, у нас есть сотрудники, которые посещают как предприятие, да, действующее, потому что люди заняты и не могут выкроить время, чтобы там заняться своим самообразованием или там повышением финансовой грамотности, то мы имеем возможность присти к ним и рассказать, да, ответить на насущные вопросы в рамках экспертов, да, экспертной оценки. На сегодняшний день большой интерес проявляют учебные заведения, если раньше мы работали, вот школы у нас были такими партнерами и высшие учебные заведения, на сегодняшний день очень много поступило заявлений, ну, заявок, приглашали наших сотрудников именно специализированные учебные заведения, колледжи, техникумы различные. И действительно есть интерес не только со стороны учащихся, но и со стороны непосредственно преподавателей, вот сотрудники рассказывают уже так, что закончили лекцию, все рассказали, преподаватели говорят, а пойдемте мы вам еще вопросы зададим отдельно. И идет уже такая беседа, ну, скажем, менее официальная, да, но тем не менее люди интересуются, и это очень здорово, когда мы видим реакцию, что интересно это людям, и действительно люди понимают, что это не какая-то там, ну, какой-то очередной проект, который навязали сверху, и нужно как отбываловку там посидеть, что-то послушать, и потом быстрее уйти домой. Ну, и наоборот, люди активно участвуют. То есть реально практическая польза выходит. А какие темы интересуют жителей Краснодарского края, например? Ну, наверное, они будут актуальны для жителей всей страны. Что сегодня на повестке дня? Чем интересуются? Ну, основная тема это как сформировать бюджет, накопить там денежные средства, как не попасть в ловушку различных пирамид, да, которые маскируются на сегодняшний день под различные там организации, и люди не всегда могут оценить, действительно ли это какой-то интересный продукт, или это мошенническая схема, да. Плюс есть такие моменты, связанные с использованием банковских карт. Есть часть людей, которые очень предубежденно относятся к кредитным картам, и у них не хватает времени или там каких-то еще, какие-то моменты есть разобраться там до конца и где-то принять. Поэтому, когда человеку говорят, вот кредитная карта, человек как от огня бежит, но понимает, что все же пользуются, значит, нужно и мне, наверное, с этим разобраться. Есть такие моменты, как использование банкоматов, и на сегодняшний день есть так называемые скриминговые устройства, которые мошенники устанавливают на банкоматы. Тоже рассказываем, как распознать, как посмотреть, что делать в случае, если начинается какая-то нештатная ситуация с банкоматом. То есть, вот это все людям интересно и имеет прямую практическую пользу и применение. Ну что ж, спасибо большое за вашу работу. Игорь Викторович, вас все-таки как декана экономического факультета хочу спросить, с чего нужно начать? Ну, мы будем надеяться, что в перспективе люди, конечно, будут сами интересоваться и не придется приглашать, дополнительно оповещать, как-то, ну, навязывать, что ли, свои услуги, потому что люди сами поймут, что это важно, это нужно и это полезно для семьи, для бюджета, как своего, так и, может быть, целого региона. С чего начать? Обучение? Куда обратиться? И может ли человек сам самостоятельно разобраться в такой сложной теме, как экономика и финансы? Мне кажется, самостоятельно человек, который не имеет базового образования, на рассуду разобраться, поэтому нужно воспользоваться различными центрами, различными сегментами, например, центры финансовой громадности, банков, которые проводят. Безусловно, это будет являться подспорьем. Что касается, например, студентов, то мы бы рекомендовали другие, более такие интерактивные формы подготовки, обучения ребят. Ну, скажем, вот в настоящее время, вот на этой неделе, сортует универсиада, экономическая универсиада, которая позволит студентам привлечь к научным работам, презентациям, связанных с финансовой грамотой, связанным с использованием пластиковых, оценка риска, которые возможны после тех или иных проблем. Эта универсиада проводится сейчас между нашими вузами Краснодарского края, которая потом позволит выявить команду победителей, и, собственно говоря, это является основанием для того, чтобы привлечь как можно больше ребят, участников для повышения финансовой грамотности. Следующий момент, который возможен, это использование в различных волонтерских центрах. Например, стартуют в настоящее время волонтеры финансовых услуг. То есть вузы, Кубанский государственник готовит волонтеров через волонтерские центры, которые получают определенные финансовые знания. Потом они могут либо активно участвовать среди своих студентов, своих одногруппников, либо потом проявлять какую-то активность на других специальностях курса, даже маникаться среди взрослого населения, и помогать тем людям, которые, может быть, стесняются обратиться в центры, обратиться к этим ребятам-волонтерам, которые позволят им получить определенный уровень финансовой грамотности. Кроме этого, университеты начинают развивать сейчас еще волонтерский центр, вернее, вожатые, подготовка вожатых. Потому что многие вузы, например, Кубанский университет, они являются еще педагогическим вузом, готовят педагогические специальности. Поэтому многие ребята выезжают на летние лагеря, школьные, на море. И вот именно в этих лагерях возможно обучение тех или иных основам финансовой грамотности. То есть, мне кажется, что обучаться надо со школьностью, даже с детского сада. И в любом случае, обучение позволит нам страховать риски, которые возможны от того, что население имеет не очень высокий уровень грамотности. Вот в подтверждение ваших слов сегодня наткнулся на любопытную статистику о том, что каждый пятый россиянин считает себя финансово грамотным в высшей степени, но гораздо больше, как раз-таки наоборот. Более 30% говорят о том, что им не хватает знаний по финансам. Виталий, вы уже много лет, и ваш банк занимается как раз-таки повышением финансовой грамотности. Вы видите какую-то динамику? Вот за сколько, лет пять уже, наверное, на моей памяти, работает центр финансовой грамотности? Ну, наш два с половиной года. Можно оценить эффект этой работы? Ну, конечно, те, кто комплексно подходят к вопросам повышения своей финансовой грамотности, уделяют этому время, силы и применяют потом полученные знания, они имеют эффект. Вопрос в том, что финансовая грамотность, она требует усилий, она требует времени. И в первую очередь нужно начинать с себя, с своего образования, со своей карьеры. Чтобы получить дополнительные доходы, нужно самому вырасти в цене. Сначала инвестировать в себя, в свою ценность, получить дополнительные доходы, которые вы уже можете инвестировать в другие инструменты. Понятно, что если человек получает 25 тысяч рублей, а прожиточный минимум 35, то о каких сбережениях, инвестициях мы можем говорить. Все это требует роста кропотливого. Если человек сидит, ничего не делает и говорит о том, что вся эта ваша финансовая грамотность мне не поможет, ну, конечно, не поможет, если ты сам не будешь расти, увеличивать свои доходы. А смысл-то в том, что здесь все финансовые грамотности, чтобы быть финансово независимым. Чтобы иметь какой-то пассивный доход, чтобы не просто менять свое время на деньги. Время-то конечное, здоровье конечное. И чем больше... Скажите, по вашему областью, это каждому под силу? То есть человек, среднестатистический гражданин Российской Федерации, с зарплатой, ну, не знаю, 25-30 тысяч рублей, он может реально получать пассивный доход? Есть такие инструменты, какие-то рычаги? Или это, опять же, очень индивидуально и зависит от бюджета всей семьи, например? Да все это возможно. Вопрос в том, сделает ли этот доход его финансово независимым или не сделает. То есть если он получает 25 тысяч рублей и принял для себя решение, что он будет тысячу рублей откладывать, за год он отложит 12 тысяч рублей, положит на вклад, получит 8-10% годовых. Он финансово грамотный? Да, он действует финансово грамотно. Вопрос в том, что, чтобы ему сформировать пассивный доход такой, который бы ему компенсировал, на котором бы он смог жить, да, то есть ему понадобится очень много времени, да, именно очень много времени. И тут нет другого пути, кроме как ему расти, находить другую работу, повышать свой уровень образования, свою компетенцию и стоимость. И ценность. Знаете, возникает некий, может быть, диссонанс. Почему еще, мне кажется, пытаясь разобраться, почему люди среднего возраста, среднего достатка, может быть, не так активно интересуются финансовой грамотности. Потому что банки, как раз банковские учреждения, ну, вместе со многими, конечно, министерствами и ведомствами, о которых мы сказали. И вот тут, наверное, некая странность. Нет, Роман Владимирович, когда банковские структуры мне предлагают финансовую грамотность. Нет ли здесь подвоха? Может быть. Потому что сейчас уже, к сожалению, наше население подвох вид во всем. В том числе здесь, наверное, и недоработка и банковской системы, так или иначе. Но, с другой стороны, если я не должен понимать, что банки, банковские работники, непосредственно как специалисты в области финансов, непосредственно, они могут дать и грамотные консультации. Но, так же, как, допустим, и врач, или еще специалисты других в областях, надо понимать, что эти люди, насколько они компетентны в том, чем они занимаются. То есть здесь, наверное, тоже человек должен понимать, не знаю, почувствовать, когда он общается с банковским работником, насколько этот человек действительно, скажем так, стоит большей частью на стороне клиента, на стороне этого человека. Насколько он действительно готов помочь ему, правильно подсказать, правильно проконсультировать и найти решение, которое выгодно не банку, а выгодно человеку. Валерий Юрьевич, какой эффект вы, ваш банк, вся банковская сфера и, может быть, даже экономика региона получаете от повышения финансовой грамотности? Какое применение в этом находится? Наш банк является социальным проектом, потому что мы развиваем инфраструктуру там, где другие банки на сегодняшний день либо ушли, либо даже не пытались заходить. И для нас очень важно, чтобы наши клиенты, которые пользуются услугами нашего банка, были довольны и мы имели возможность предоставлять эти услуги долго. Потому что, если говорить о эпохе становления банковского рынка, когда были сноски, звездочки, шрифт, который можно только с помощью лупы прочитать, и, собственно, население было такое воодушевленное и шло на какие-то сделки, особенно не задумываясь, потому что рынок только становился, и всем было интересно, чем это закончится. Но потом люди пообжигались, поняли, что банки – это не всегда хорошо. И отсюда идет теперь убеждение, что банки – это плохо, кредитная карта – плохо, кредиты – это зло. Я так не считаю. Я считаю, что любой инструмент должен быть использован грамотно. Если врач выписал рецепт, все рецепт соблюдают. Никто не пытается в два раза быстрее курс пропить или как-то по-другому использовать. Используют точно так же и любой банковский продукт. Если есть условия договора, нужно с ними ознакомиться и их внимательно прочитать. Другое дело, что есть человеческий фактор, когда клиент не хочет, а сотрудник не подсказывает. Но вот здесь, о чем Роман сейчас сказал, важно не только почувствовать, но, наверное, еще получить какое-то второе экспертное мнение. И к тому же сейчас у любого банка есть горячая линия, на которую можно позвонить, если у тебя какие-то сомнения возникли, задать вопросы. И горячая линия – это та структура, где все разговоры записываются, и ты точно можешь быть уверен, что тебе ответят так, как должны. Хороший пример, на самом деле, потому что даже в вопросе с медицинскими работниками всегда советуют выслушать мнение второго врача. Есть такое мнение, есть такой принцип, как второе мнение. Ну что ж, будем надеяться, что и этим инструментом наши зрители воспользуются. Игорь Викторович, ну и завершающий вопрос этого блока. Несмотря на ту активную работу, которая ведется сейчас и министерствами, и краем, и кредитными организациями, сколько времени должно пройти для того, чтобы население стало действительно финансово грамотным? Понятно, что это пошаговая какая-то, наверное, может быть долгая, рутинная, монотонная работа. Но все-таки, чего мы добиваемся, к чему мы должны прийти, и в насколько обозримом будущем? Вопрос, кстати, философский, потому что население имеет особенность и стареть, и умирать, к сожалению, и рождаться заново. Поэтому процесс такой перманентный, неврерывный. Я думаю, чтобы какой-то средств определенных людей получил определенную финансовую грамотность, необходимо, мне кажется, лет 10. Потому что это эпоха своего рода, которая позволит накопить определенные знания, которые впоследствии будут дирижироваться другим поколениям, получается. Но на самом деле, лет 10, наверное, это будет более-менее стартовый вариант для того, чтобы можно было считать человека и население, края, скажем, России, более-менее финансово грамотным. По большому счету, процесс непрерывный. Потому что каждый раз, каждый год меняются инструменты финансового рынка, меняются условия, меняется законодательство. Поэтому процесс смены, изменения, вариаций всевозможных будет, наверное, длится бесконечно. Если позволите, добавлю. Дополняйте, пожалуйста. Здесь, получается, вот эти 10 лет, они необходимы, чтобы это вошло, скажем, в культуру. Вот, финансово грамотно за то, что это культура финансовая. Да, чтобы этот процесс начался, и он уже дальше потом, скажем так, из поколения в поколение передавался. Не прерывался. Не прерывался, да. И, получается, у нас точка невозврата уже была, когда мы забыли про финансовую грамотность, про элементарные правила. Время прошло, и сейчас мы, получается, пытаемся опять все восстановить. И когда это мы все восстановим, тогда уже пойдет легче. Это будет уже, скажем так, конецкая сформированная культура финансового рынка. Я бы даже тоже дополнил, это как импульс, который мы сейчас все участники этого процесса создаем. А дальше уже он все равно, его сложно будет остановить, потому что он набирает обороты. Я могу по своим сотрудникам сказать, если мы в первых неделях участвовали, мы это все делали административно и говорили, что вот, нужно там поехать навстречу, нужно там рассказать. Человек думает, зачем я туда поеду, у меня тут свои дела, должностные обязанности, а тут ехать что-то рассказывать. То есть сейчас уже эта неделя люди ждут, чтобы поехать там и действительно пообщаться, потому что им это тоже интересно. И, соответственно, обратная сторона, люди, которые раньше из-под палки шли слушать, сейчас тоже сами идут и с интересом слушают, и их никто не заставляет задавать вопросы, они их сами задают. Жизнь подсказывает. Жизнь подсказывает, жизнь мотивирует. Поэтому Игорь совершенно прав, процесс он такой, который нельзя остановить, можно только помочь ему стать более качественным. Знаете, как говорят, чтобы быть интеллигентным человеком, нужно три диплома высшего образования. Один у тебя, второй у твоего отца, а третий у твоего деда. Вот так же и с финансовой граммой. Все понятно. Эпоха и семья. Ладно, от недели перейдем к постоянной работе, которая ведется у нас в Край. Расскажем еще чуть подробнее об этой работе. Ну и, конечно, как заключили наши эксперты, нужно много еще времени и много сил приложить для того, чтобы население стало действительно финансово грамотным. Но все это начинается в семье. Вот с какого возраста начинать эту работу, узнаете сразу после рекламы. Дождитесь. Продолжается прямой эфир на телеканале Кубань24. Вы смотрите через Край о финансовой грамотности. Говорим мы сегодня в студии. Уже рассказали о множестве мероприятий, которые проходят по всему краю. И не только в неделе финансовой грамотности, но и в принципе на постоянной основе. И давайте перейдем к тому, как у нас готовят подрастающее юное поколение. В этом вопросе нам поможет разобраться Майя Лесницкая, генеральный директор образовательного центра «Фломастеры», который работает у нас в Краснодаре. Может быть, в Краснодарском крае. Майя подробностей просим. Как вы работаете над повышением финансовой грамотности молодежи? Работаем мы с 2016 года. Пока территориально в нашем регионе. Если мы говорим о, допустим, онлайн-обучении, то мы уже сейчас расширяем свои границы. Если говорим о занятиях, которые непосредственно проводим, то, конечно, только в Краснодаре. Ну и еще проводим семинары, квесты выездные в муниципальных образованиях Краснодарского края. Вы сказали об онлайн-сервисах, которые, расскажите, по вашему примеру, они пользуются популярностью? Потому что наши коллеги чуть ранее в эфире сказали о том, что у взрослого населения это не очень востребованные сервисы, и поэтому от них как-то отошли. Все-таки личное присутствие, личное участие более эффективно. У вас как? Мы к ним приходим. Мы только сейчас к ним пришли, потому что мы сейчас запустили цикл передач по финансовой грамотности фломастера школы финансовой грамотности за счет средств фонда президентского гранта. Вот с 5 апреля как раз у нас транслируется на Кубань-24, и получаем много положительных отзывов, в том числе просят после просмотра передачи выдавать сертификаты. Мы говорим, да, мы в образовательный центр имеем лицензию, имеем право выдавать сертификаты, но этого недостаточно. Просмотр передачи, этого недостаточно, чтобы получать сертификат о прохождении курса финансовой грамотности. И ввиду этого назрела необходимость открыть онлайн-школу. То есть онлайн-продукт, который не будет длиться. То есть это будет серия каких-то образовательных тем по финансовой грамотности. После прохождения этого онлайн-продукта непосредственно можно уже получить сертификат повышения уровня. Как составляется учебная программа? И в том, и в другом случае. Я имею в виду и при личном участии ребят. Кстати, сколько у вас сейчас учеников занимается? И как меняется? Больше ста. И всех касается тема повышения финансовой грамотности или они как-то разделены на потоки? Одни по одному, другие по другому. Тема финансовой грамотности, они очень востребованы родителями. А, то есть это все-таки от родителей идет посыл. Да, но мы в рамках своего образовательного центра мы комбинируем занятия и говорим, что финансовая грамотность очень актуальна, преподносим ее в удобном для восприятия детям форме, в удобном для восприятия, и проходит тогда успешно. Что об этом думают сами ученики, попробуем узнать. Прямо сейчас у нас есть ученик образовательного центра Фломастеря в студии, Владислав Рябченко. Владислав, мы тебя приветствуем. Расскажи о том, как тебе финансовая грамотность дается. Легко ли и интересно ли тебе это направление? Вот в твоем возрасте, сколько лет тебе, кстати? Мне 12 лет. Да, мне очень интересно направление финансовой грамотности. Я многому научился, например, я узнал о семейном бюджете, о личном бюджете. Я знаю хорошо про банковские карты, я знаю, что такое инвестиционные монеты, я знаю, что такое, допустим, ценные бумаги, то есть акции. Это прям достижение, слушай, ряд из того, что ты сказал, может быть, и я даже не до конца знаю, не до конца разбираюсь. Но расскажи, почему, как ты думаешь, нужно заниматься экономикой и финансами? И когда нужно начинать? Я думаю, начинать надо с детства. Финансовая грамотность, ну, если не начинать с детства, то можно потом отстать от жизни. Можно не знать, что такое электронные деньги, безналичные деньги. Не знать, что такое банковская карта. Ну, то есть много таких простых вещей. Ну да, с этим потом придется столкнуться и окажешься в невыгодном свете. Но твои главные советы, может быть, твоим сверстникам, кстати, ты советовал заниматься вопросами финансовой грамотности, может быть, одноклассникам или друзьям во дворе? Да, конечно, мы с друзьями занимаемся на занятиях Майя Павловны финансовой грамотности. Я им посоветовала, они тоже ходят с удовольствием на эти занятия. Супер. А главные советы для телезрителей, которые еще не занимаются вопросами повышения своей финансовой грамотности? Ну, главное, надо следить за своим личным бюджетом, чтобы доход превышал расходы. Это называется профицитом. Ну, еще активно пользоваться банковской картой, так как это очень удобно, стильно и модно. Я думаю, что коллеги из банков сейчас поддержат. Твой тезис. Виталий, Валерий, расскажите, вот 12 лет, молодой человек, не рано ли начинать? Нормально. Нормально? А вы принимаете участие? Вот у вас такие есть продукты. Такой продукт, почтобанк младший, это когда ребенок с помощью мобильного телефона может зарегистрироваться, скачать мобильное приложение и отправить своим родителям приглашение, чтобы стать клиентом банка. То есть разрешение родителей все-таки потребуется на каком-то этапе? Ну, есть ограничения законодательные, поэтому есть вот такой момент. Но суть в следующем в том, что подрастающее поколение действительно очень активную позицию занимает. И есть моменты, когда оно разбирается гораздо быстрее в каких-то тонкостях работы с планшетом, установке программ и так далее. Точно так же и здесь в финансовом плане. Есть, конечно, классические вещи, связанные с глубоким погружением, да, там, как работать с акциями, что такое инвестиционное портфель и так далее и тому подобное. Но базовые вещи люди могут уже спокойно там и в 12 лет и даже чуть-чуть раньше разобраться и понять, да, то, что расходы не должны превышать доходы, да. То, о чем и сказал как раз наш маленький эксперт, да. Виталий, ну а в ваших центрах с какого возраста можно начинать работать и можно ли приходить уже родителям с детьми? Поймут ли, разберутся ли, насколько там доступно подача материала, который преподносится? Ну, для детей отдельные занятия мы проводим. Все-таки отдельные, да, есть. Да, тут скорее мы приходим в школы. У меня была такая ситуация, когда я пришел в 11 класс в школу рассказывать о семейном бюджете. Один молодой человек был настолько подготовлен, что у нас с ним завязалась прям целая дискуссия. Мы начали обсуждать рынок ценных бумаг, дивидендную политику крупных компаний. То есть понятно, что когда в семье высокий уровень финансовой грамотности, то это передается и детям. То есть начинается все все-таки с семьи. Да, поэтому я считаю, что повышать финансовую грамотность детей нужно. Но если мы это будем делать только в рамках центров, школ отдельных, а в семье не будет этой культуры, то работа пойдет на нет. Потому что если мы ребенку объяснили, как вести семейный бюджет, а приходя домой, он не видит, например, родителей, как они это делают, то он и не будет. Вот как. Майя, а с родителями вы не пытались работать? Понятно, что у вас детский образовательный центр, но все-таки когда родители, в вашем случае, понятно, они сами мотивированы на то, чтобы детей как можно раньше погружать и учить основам финансовой грамотности. Но сами-то они готовы нести вот это время обучения и образования, о котором говорят коллеги? Сами они пользуются этими правилами? Зачастую мы иногда проводим лекцию именно для родителей в части их участия в повышении уровня финансовой грамотности детей. Рассказываем, как организовано, допустим, участие родителей в других странах. Например, в Германии там на законодательном уровне предусмотрено, что несколько евро в неделю на карманные расходы удаются шестилетнему ребенку. Если он это не получает, соответственно, он имеет право пожаловаться. Но я хотела сказать о другом. Я хотела сказать о подходах в обучении уровня финансовой грамотности. У нас сейчас вводят в школах, создаются учебники. Но я бы хотела бы отметить, что обучать финансовой грамотности – это не обучать в русском языке математики. То есть если мы в русском языке знаем правило, его написали, применили, все. На этом наша миссия выполнена. Миссия педагога-учителя на этом выполнена. То же самое мы берем математику, теорему Пифагора, либо таблицу Менделеева. Финансовая грамотность мы можем, конечно, научить их отдельным понятием. Но что значит быть финансово грамотным человеком? Это значит правильно действовать. То есть финансовая грамотность – это умение применять альтернативы. То есть у меня есть выбор инвестировать в один финансовый продукт, в другой, либо в третий. И как я смогу правильно, мудро поступить? Только если у меня будет опыт от использования этих продуктов. Я могу полгода детям рассказывать, что такое ломбард, давать им определение, как это у нас пишется в финансовых учебниках. Но, вы знаете, результата не будет. Результат будет от одной сценки, которую мы разыгрываем на наших занятиях. То есть я к чему? К тому, что занятия по финансовой грамотности, они должны проходить в виде мини-кейсов, кейсов по личным финансам, мини-сценок, ну и квестов, интерактивных игр. То есть учителя в школах, они не смогут дать финансовую грамотность. Это, как мы уже знаем, есть такое понятие игротехники. Только во время, в ходе игры, когда ты ребенку даешь, допустим, деньги, говоришь, вы семья, вот вам, мы всегда даем им деньги, допустим, тысячные реквизиты, сувенирные деньги, то есть они полностью похожи на настоящие. Говорим, так, ребята, это ваша зарплата, у вас есть машина, то есть им дается кейс, у вас есть машина, у вас есть квартира, вам нужно оплатить налоги, страховку. И мы, допустим, несколько команд, и мы смотрим, так, ребята, месяц закончился. У кого сколько осталось денег? Вот только после этого дети начинают понимать, да, что есть какие-то обязанности, есть доходы, и ты не прыгнешь выше этих доходов, нужно совершить все расходы. Только тогда они понимают, что такое обязательные расходы, что такое желаемые расходы, остается ли у них на отдых. И некоторые дети после этого говорят, хм, они так-то просто быть взрослыми. Еще как непросто. Но, тем не менее, да, система образования меняется. Мы сегодня тоже по ходу программы об этом говорили. И вот о том, какая работа была проведена Министерством образования в крае для повышения финансовой грамотности, что меняется, что делается для того, чтобы даже в школах максимально эффективно и с пользой проводить уроки для повышения финансовой грамотности наших школьников, нам по телефону сегодня рассказала Елена Николаевна Кордаильска, ведущий консультант отдела образования Министерства образования Краснодарского края. Давайте послушаем ее ответ. В рамках регионального проекта основы финансовой грамотности уже 1 сентября 2018 года обучение финансовой грамотности реализуется в разных форматах, среди которых в рамках основной образовательной программы начального образования, основного общего и среднего общего образования в виде отдельных курсов, дисциплин, модулей, счетчасти учебного плана. Также финансовая грамотность реализуется в рамках неурочной деятельности. Наряду с этим проводятся и профильные смены летних лагерей, лагерей отдыха по вопросам финансовой грамотности, в том числе и в пришкольных лагерях. Уже в 2017-2018 учебном году статус опорных школ или пилотных у нас получили две школы у Слабинского района. В 2018-2019 учебном году число увеличилось до 11. Тут статус опорных школ получили 9 школ городов Краснодар, Сочи и Новороссийск. И также в 2019 году государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» стало одной из пилотных организаций для реализации проекта финансовой грамотности населения Южного главного управления Банка России. Также в учебный план профессиональных образовательных организаций подвеностных министерств образования введена учебная дисциплина, основы финансовой грамотности, как дополнительная учебная дисциплина по выбору в количестве 36 часов. Вот о том, как в школах и в системе образования внедряется финансовая грамотность, нам рассказала Елена Николаевна Кардаильская, ведущая консультант отдела общего образования Министерства образования Краснодарского края. Майя, у вас я не могу не спросить, потому что в ответе прозвучало, про учебные материалы. Что вы используете для того, чтобы обучать детей, кроме тех игр и кейсов, все-таки где вы это находили, есть ли это в свободном доступе, то есть я имею в виду, могут ли родители дома, что называется, сами проводить уроки финансовой грамотности для своих детей? Мы когда составляли программы по финансовой грамотности, мы разделили всех детей на 5 категории, то есть это 7-8, то есть 7-8 лет, 9-10, в общем 5 возрастных категорий. Наши программы утверждались Министерством образования при получении образовательной лицензии, и соответственно мы изначально изучили все пособия по финансовой грамотности для разных возрастов, существующих у нас в стране, которые были изданы официально, ну и соответственно одобрены там Министерством финансов Российской Федерации и так далее. Мы поняли, что часть пособий неинтересны в восприятии, очень легко у детей отбить охоту к обучению финансовой грамотности, они и так у нас загружены, мы еще образовательный центр, который готовит к ЕГЭКОГЭ, и мы понимаем, что после 15, после 14 лет родители вообще не интересуют финансовой грамотности, потому что там только экзамены. Поэтому сейчас мы помимо наших там передач, циклопередач, онлайн продуктов, мы сейчас уже дорабатываем наши пособия, учебные пособия, учебные тетради, которые как раз и будут именно в занимательной форме увлекать детей и к изучению основ финансовой грамотности. Еще одна фишка вашего дополнительного, вашего центра образовательного. Валерий, а ваша газета может служить? Ну, эта газета, она совместно с Министерством финансов сделана, то есть нельзя сказать, что она прям наша, но здесь очень много материалов, они все разработаны совместно с Министерством финансов при поддержке Международного банка реконструкции и развития. И здесь как раз вот все выкладки даны очень простым, понятным человеческим языком, который помогает, прочитав вот эту газету, задуматься и о чем мы сегодня говорим, о финансовой грамотности, о том, что грамотность позволяет правильно выбор осуществлять. Но я бы еще добавил, что это уже следующий этап, а все-таки финансовая безопасность и понимание простых вещей это является основой. У нас есть пример, когда у сотрудника ребенок прочитал такую книжку, и она пошла с ним в магазин, и традиционно он там, как правило, какие-то просил себе игрушки, подарки, а тут он промолчал, она говорит, что с тобой случилось? Он говорит, мама, я прочитал, я лучше с тобой поговорю, мы велосипед мне потом купим. Ну вот так. Да, ну то есть он понял, что все равно деньги конечные, да, и тратить их нельзя просто так. То есть влияние даже, ну такой пример есть, очень яркий. Яркий пример, спасибо за работу, значит полезно, нужно обратить внимание. Виталий, у вас не могу не спросить, все-таки мы много говорим сегодня и о работе ваших центров финансовой грамотности, где можно узнать о предстоящих мероприятиях, ну и может быть проанонсируйте некоторые из них, если вот в ближайшее время нас что-то ждет, куда можно прийти и получить новые знания, повысить свою финансовую грамотность. Сайт знания.definsila.rf, кириллицей не пишется, также по телефону нашего центра финансовой грамотности можно расписать, узнать расписание, записаться на курсы, на отдельные занятия. В рамках недели финансовой грамотности, которая идет сейчас, масса мероприятий. Выбирайте любое. Владислав, не могу тебя не спросить, у нас сегодня, как ты знаешь, идет опрос на сайте Кубань24 во время эфира и там мы спрашиваем, кто же такой финансово грамотный человек. Вот по твоему мнению, поделись, пожалуйста, твоим пониманием этой фразы, финансово грамотный человек, кто он? Это тот, который может распределять свои доходы и расходы, составлять свой личный бюджет, семейный бюджет, бюджет семьи. Но ты все это умеешь делать уже? Да, я вполне умею это все делать, научился на занятиях. Убедил. Вот о том, как еще сами студенты образовательных учреждений помогают другим своим, менее, может быть, подкованным студентам получать новые знания, мы сегодня же спросили у Артема Тупикина, председателя клуба финансовой грамотности стоек Кубанского государственного университета. О том, какую работу выполняет их центр и как они помогают с ребятами друг другу, он рассказал нам в видеосообщении. Знания лучше усваиваются посредством интерактивных игр и диалога. Обычно мы сами готовим тему и рассказываем ее. Это скорее не лекция, а обсуждение конкретного вопроса. В качестве источников мы используем учебники по финансовой грамотности, а также книги общепризнанных авторов. Руководство университета оказывает нам большую поддержку в этой работе. Помимо обычных заседаний мы также проводим выездные, посещаем мероприятия, где проводят мастер-классы настоящие профессионалы. Члены нашего клуба также являются волонтерами финансового просвещения, поэтому немалую часть знаний мы черпаем в процессе общения с сотрудниками Центрального банка во время проведения мероприятий. Работники Банка России координируют эту деятельность, поэтому мы тесно сотрудничаем с ними. Например, недавно для студентов была организована экскурсия в музей Центрального банка. Основная целевая аудитория нашего клуба – это студенты университета. Заседания проводятся каждую неделю, по вторникам, на территории университета. Мы провели большую работу и планируем идти дальше, потому что всегда приятно услышать от ребят, что мы помогли им разобраться в интересующем их вопросе. Итак, как мы выяснили сегодня, тема повышения финансовой грамотности – это очень большая, животрепещущая тема, и комплексная работа ведется по всем направлениям. И теперь уже и школьники среднего возраста, и студенты, конечно, знают о тех инструментах, которые можно применять и как повышать свою финансовую грамотность. На этом я благодарю всех участников программы и телезрителей. Сейчас короткая пауза, после которой мы подведем итоги нашего голосования. Более чем четкое определение финансово грамотного человека дал нам наш юный гость в студии, но все-таки обратимся к результатам нашего голосования. Итак, кто же, по вашему мнению, финансово грамотный человек? 37% наших зрителей считают, что это человек, который умеет инвестировать деньги. 34% говорят о том, что это тот, кто знает, на что будет жить в старости. 16% считают, что это тот, кто может жить на зарплату. И 13% говорят, что у кого нет долгов. Все эти определения в какой-то мере имеют место быть. И, конечно же, правильные. Давайте будем повышать свою финансовую грамотность, чтобы не сталкиваться с проблемами, о которых мы сегодня рассказали. Спасибо всем. До встречи в эфире телеканала Кубань-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова